Сегодня проверка нагрянула в Ленинский район. У продавцов на улицах здесь спрашивают разрешение на торговлю, медкнижки и сертификаты на товар. А где схема? А где схема? Схемы нету. Чего нету? Схемы нет. А схема у него, у этого. Вот кто земельный участок-то делает. Первая точка и уже есть нарушение. Все необходимые документы должны быть у продавца на руках, объясняют проверяющие. А торговцы, как правило, только разводят руками. У нас идёт данный случай, идёт павильон. Обязательно должен быть договор аренды. И сопровождаться он должен схемой. Схемой земельного участка. В данном случае у нас этой схемы нет. Естественно, мы должны, прежде всего, спрашивать в медицинскую книжку. Затем, значит, сертификаты качества. На данный момент сертификат качества отсутствует. У нас где-то полторы недели назад именно здесь была проверка. Её этой точки не было. Но, учитывая сейчас сезон, они растут, как грибы. Это первый год мы место взяли. Не нужна схема. Мы нелегально стояли. Елена Витальевна, у нас штрафовала. Откуда овощи, фрукты у вас? Азербайджан, Воронеж, Ростов. Разные места. Вообще много приходят покупателей? Да. А покупателям и невдомёк. Откуда привезли эти дары природы и можно ли их есть? У продавца не спрашивают. Вы знаете, я по внешнему виду определяю. Я не спрашиваю. По внешнему виду определяю. Не страшно покупателям? Да нет, я думаю, не страшно. Вообще-то они должны как бы проверять. На радиацию, на что-то. Ну, не знаю. Попробую. Подержу в воде подольше, чтобы всё, годы вышло, если есть. А вот появляется и руководитель палатки. Говорит, что необходимая схема осталась дома. Но проверяющие уже составляют протокол. В такие рейды по разным районам города сотрудники городадминистрации и правоохранители выходят регулярно. Только за первое полугодие по городу было организовано 37 подобных проверок. В эти 37 рейдов было составлено непосредственно нашими специалистами 98 протоколов. Соответственно, если взять общее количество сотрудников администрации, которые имеют право составлять по данной статье протокол, это уже свыше 160 протоколов за первый полугодие. Протоколы рассматривает наш Владом Технадзор, то есть областная инспекция, которая назначает суммы штрафа. По закону за несанкционированную торговлю предусмотрен штраф от 500 до 2000 рублей. Только вот торговцы вне закона каждый раз появляются снова. Чиновники поясняют, главная задача таких рейдов – пресечь незаконную торговлю и сберечь здоровье людей. Ведь товар на стихийных рынках зачастую раскладывают прямо на земле. Овощи и фрукты продают вблизи дорог в антисанитарных условиях. Вся эта продукция красивая, хорошая, полито водой, это всё видно. Но вот посмотрите, пожалуйста, подносы, они все затёртые, грязные. А столы-то вообще, критики просто не выдерживают эти столы. Кстати, к бабушкам, которые продают свои урожаи и ягоды на улице, у проверяющих меньше всего претензий. Торгуют они не в промышленных масштабах и не от хорошей жизни. Но их тоже призывают за своей продукцией следить и торговать не у проезжей части, а на официальных рынках города, где продавцам со своим урожаем выделяют специальную площадку. А товар проходит ежедневные проверки качества. Маргарита Махрова, Михаил Пименов, 6 канал.